Здравствуйте! Сегодня на практических занятиях мы начнем с вами новую тему. Будем учиться решать линейные уравнения высокого порядка. К сожалению, я немного не успел закончить третью главу. Не хватило буквально полчаса. Но поскольку начало обучения решению уравнения высокого порядка предполагает знакомство вас с основными определениями и теорией, то я вынужден сейчас прерваться с третьей главой и начать рассказывать вам четвертую главу. Собственно говоря, на практике, ну, матмехи, когда я веду в тех группах, в которых не читаю лекции, я начинаю эту тему, то есть решение дифференциальных уравнений, как раз с прочтением мини-лекции, которая, ну, вот, как лекция вот сейчас прозвучит. Потому что без нее невозможно решать. Если бы мы начали решать, не прочитав эту лекцию, я просто вам бы ее, ну, читал на практике. Поэтому у нас сейчас, так как я и назвал, лекция-практика. Объект нашего изучения – уравнение 4.1. Это линейное уравнение высокого порядка, потому что предполагается, что n у нас больше или равно 2. Потому что если n равняется единице, мы получаем хорошо нам знакомое уравнение первого порядка, которое, ну, вы все уже давно умеете решать. Что касается уравнения высокого порядка, то стандартное предположение, как, впрочем, и для первого порядка, заключается в том, что функции, коэффициенты при производных и при самой функции y, а также член, не зависящий от y, свободный член, q, они предполагаются непрерывными на некотором интервале А-Б. Ну, и будем предполагать, что они вещественные. Несколько слов о том, что будет, когда они комплексные, я скажу чуть-чуть позже. Ну, вот и с этим следующее определение. Уравнение 4,1, линейное уравнение, разделяется на два класса. Неоднородные, коротко, ЛНУ. Когда q от x не равна нулю. И однородные, когда q от x равняется нулю, тождественно, на А-Б. Ну, а q от x называется, мы это уже говорили в равнях первой порядки, называется неоднородностью. Однородное уравнение, когда q равняется нулю, имеет тривиальное решение. y, когда 10 равняется нулю. Ну, понятно, что нас не интересует не оно, а вот, так сказать, все остальные. Очевидно, опять-таки, что линейное уравнение является частным случаем уравнения, но порядка разрешен относительно старшей производной. Главная проблема заключается в том, что уже уравнение второго порядка, вот оно выписано, не удается решить в общем виде. То есть, записать решение с помощью квадратов, ну, хотя бы. Первый порядок мы всегда решаем, а вот уже начиная со второго, все проблемы. Поэтому нужна какая-то теория, решить мы не можем, а как себя ведут решения, знать нужно, потому что огромнейшее количество процессов, в механике особенно, как раз описываются уравнениями высокого порядка, ну, и сейчас все второго порядка. Еще одно неудобство, связанное с уравнением второго порядка, заключается в том, что отсутствует векторная запись. Вот как даже нормальную систему или линейную систему можем записать векторно, y' равняется f от xy, то в уравнениях это невозможно. Поэтому, ну, вот вы сами увидите, что многие формулы будут значительно длиннее, чем для более общего объекта линейная система. И, ну, в каком-то смысле, даже надуманное немножко. Ну, вы сами сейчас все это увидите. Итак, понятно, что линейные уравнения – это частный случай линейной системы, линейная система – частный случай нормальной системы. Поэтому для нормальной системы у нас доказаны теоремы от фундаментального существования, единственности продолжимости решений. Поэтому просто применим их к уравнению. Но для этого его надо свести к нормальной системе, но и, в частности, к линейной системе. Я уже в начале третьей главы рассказывал. Это стандартная замена. Вот она написана. Когда мы у обозначаем у1, у штрих, у2 и так далее, у минус 1, у, и мы тогда получаем вот такую вот линейную систему. В векторной записи, ну вот если ее писать в векторной записи, вот она, у штрих равняется p от x, y плюс q0 от x, где p от x – это матрица, понятно, q0 – это вектор. Ну и вот эта матрица имеет очень специальный вид. Видите, у нее полно нулей. Надглавная диагональ – это единички. Ну а вот нижняя строка – это коэффициенты, записанные в обратном порядке, наши коэффициенты уравнения линейного. Вот мы получили такую систему. Вот она написана. Тем самым, что же, задача Каши для системы очевидна. А отсюда, так сказать, возвращаясь по замене, мы получаем, что задача Каши для уравнения выглядит следующим образом. Вот у нас имеется, мы хотим найти такое, если хотим поставить задачу Каши, это значит, найти такое решение, уравняется фи от x, что для любой фиксированной точки x0 за b, фиксируем ее. Мы также фиксируем, указываем, чему должно равняться значение функции нашего решения фи, ее первой производной и так далее до порядка n-1 включительно. Это значит, y0,0 и так далее, y0,n-1 – это какие-то вещественные числа. Ну и поскольку у нас записана линейная система, а для линейной системы я уже рассказал теорему существования единственной продолжимости решений, то, значит, я просто справедлива этой теоремой для уравнения. То есть для любого x0 из а-b и любых начальных данных y вещественных существует единственное решение задачи Каши с этими начальными данными, и оно продолжимо на весь интервал а-b. То есть у нас все решения записаны, продолжимы на а-b, и понятно, что тогда мы можем их складывать, умножать. Ну, то есть линейные комбинации рассмотреть. Ну, доказательство, оно приведено, тут, собственно, ничего доказать, в смысле системы, для системы это доказано. Ну и, как я говорил уже, если у нас комплекснозначные коэффициенты, я повторяю, что это значит? Аргумент x у нас вещественный. А вот значения, они комплексные. Потому что если аргумент будет комплексным, это будет совсем другой объект, и совсем другая, так сказать, теория. Достаточно сложная, это вот комплексные уравнения, линейные. Но мы ее не касаемся. Ну, а тогда, если у нас просто функции комплекснозначные, то, как обычно мы сделаем, как мы уже, я вам это писал, мы берем, записываем ее, выделяем, ну, как сказать, в алгоритической записи, то есть y, пускай, u плюс и v, соответственно, коэффициенты, p это пускай r плюс и s, а q это g плюс и h. Ну, и тогда, значит, если у нас такое решение имеется, и в таком виде записано, мы подставляем его, получаем верное тождество, из-за того, что после этого мы приравниваем отдельно вещественные части, мнимые части, получая вот такую вот уже двоймерную систему, ну, не так, сказал, получаем два уравнения одного порядка, но уже с вещественными коэффициентами. Ну, а дальше то, что я хотел сказать, поторопился, мы делаем стандартную замену, и эти два уравнения переводим в двоймерную систему линейную, но в которой решение существует, единственное и продолжимое. Ну, а, соответственно, так сказать, записав, взяв линейные комбинации, то есть u1 плюс и v1, это у нас будет y1, это у нас будет вот этот самый y, u плюс и v, мы получаем, что это есть линейное, ну, что это есть решение. Ну, собственно говоря, это маленькое такое введение, оно совершенно очевидное, просто где существует, куда продолжимы наше решение линейного уравнения. Мы переходим вот уже к существенной части. Мы начинаем рассматривать сначала линейное однородное уравнение. линейное уравнение, у которых неоднородность равна нулю. Как я говорил, вот это уже уравнение, которое как раз и не проинтегрировано. Все проблемы здесь содержатся. Вот не можем мы премьер больше или равных двух проинтегрировать явно это. Нет, конечно, случайно можем, как и любое другое уравнение, но общего алгоритма нет. Значит, для краткости, опять-таки, потому что это все очень длинно писать, а векторной записи нет. Левую часть мы будем назначать L, Y, и средство уравнения нашей линейной однородной 4, 3 будет иметь вид, L, Y равняется нулю, где L, Y – это линейный дифференциальный оператор. Ну, то есть, вот L действует на Y, а Y – это функция. Функция X. Ну, почему линейный он? Ну, потому что дифференцирование линейное. То есть, производная сумма равна сумме производных. Ну, вот отсюда вытекает. Значит, он действует. Где этот оператор действует? Ну, какие функции он действует? Он действует в пространстве N раз непременно дифференцируемых функций Y. Ну, потому что мы ищем решение, которое удовлетворяет этому уравнению, значит, решение всякое у нас N раз непременно дифференцированное. Вот. Ну, и он линейен, то есть, L от линейной комбинации Y – это и есть линейная комбинация L. Ну, и что, решение получается вот этого самого уравнения, тем самым развить линейное пространство, то есть линейная комбинация двух решений – это снова решение. Ну, вот это, собственно, здесь и написано. Но, опять-таки, все это оказалось возможным только благодаря тому, что все решения определены на AB. Дальше мы начинаем готовиться к тому, чтобы найти общее решение, ну, хотя бы теоретически, и желательно понять, как оно выглядит. И вот это сделать удается, не решая. Для этого нужно нам вспомнить, ну, вообще-то, на самом деле, хорошо вам знакомое понятие линейной зависимости, линейной зависимости функций. Чтобы различать решение и просто функции, я буду решение всегда обозначать φ и от х. Ну, а просто, так сказать, произвольные функции будут у меня ψ. Ну, вот тогда вы всегда будете понимать, о чем идет речь. Итак, вот n функций ψ1, ψn линейной зависимы на AB, когда мы говорим о зависимости, всегда говорится на каком-то промежутке, в данном случае на интервале AB. Здесь найдется нетривиальный вектор α, нетривиальный, значит, что он не равен нулю, то есть хотя бы одна компонента отличная от нуля, что линейная комбинация функций ψ, вот с этим вектором α, с этими коэффициентами α1, αn, она отождительно равна нулю на AB. Ну, а, соответственно, функции линейно-зависимыми называются линейно-независимыми. Что значит, что функции линейно-зависимы, то есть выполнена 4,4, нетривиальная комбинация? Это значит, что хотя бы одна из функций этих ψ, она, по сути, лишняя. То есть она может быть выражена через все остальные. Вот если α1 не равна нулю, например, то ψ1 я могу выразить через ψ2 и так далее, ψn, но тем самым она мне просто не нужна, я могу вытянуть из этой самой системы функций. Следующий момент. Следующий, вот это вот искусственное построение, которое будет очень естественно потом, когда мы будем изучать линейные системы, но вот здесь не обойтись из-за отсутствия векторной записи. Значит, мы строим по набору функций ψ1 и так далее, ψn, мы строим матрицу, ну, в данном случае ψ большое. Каким образом? Столбцы этой матрицы, ну, любой столбец, это одна из функций ψ, и потом ее производные до порядка n-1 включительно. Вот видите, для ψ1 и так далее, для ψn. Мы получили квадратную матрицу ψ от х. И вот теперь чрезвычайно востребованное понятие для этой теории – это так называемый определитель Вронского. Если я посчитаю определитель этой матрицы, обычно он обозначается вбль в большой от х, то вот этот определитель называется определителем Вронского. Коротко будет его описаться. Ну, построенным на систему функций, соответственно, ψ1 и так далее, ψ1. Ну, вот. Дальше будем говорить о Вронскеан, ну, точно так же, скажем, Екобиан. Вот. И теперь для чего нужен самый определитель Вронского? Это, по сути, лакмусовая бумажка. Он очень хорошо описывает, будут ли функции у нас линейно-зависимыми или линейно-независимыми. Ну, вот несколько результатов на эту тему. Первый – это лемма связи между линейно-зависимостью функций и определитель Вронского. Итак, если у нас система из n-функций ψ1, ψn, ну, понятно, требуемое число, раздифференцируемое, чтобы написать определитель Вронского, линейно-зависимое, то определитель Вронского обязательно равен нулю. Тождественно на v. Если я еще раз говорил, определитель Вронского – это определитель вот этой самой матрицы, составленное из функций ψ1, ψn. Соответственно, дальше идут по столбцам их производные до порядка n-1 включительно. Ну, доказательство, это совсем простое. Поскольку у меня функция линейно-зависимая, значит, есть нетривиальный вектор альфа, так что выполняется тождество. Ну, вот эта вот верхняя строчка – это тождество 4,4 ма. Дальше. Поскольку функция дифференцирую бы, я это n-1 раз дифференцирую. У меня получается алгебраическая система n крест n. Но как только система понятна, я ее могу записать уже в векторном виде, то есть что у нее будет матрица, ее как раз это будет матрица Пси большое, неизвестная, ну, она, на самом деле, неизвестная, это мой вектор альфа, ну, и справа 0. То есть это что такое? Это линейная, однородная алгебраическая система. Мы с вами, вот если кто это не помнит, обязательно это вспомните, значит, когда линейная алгебраическая система однородная и неоднородная, имеет решение, когда в каких условиях. Так вот, значит, линейная, однородная система алгебраическая имеет, ну, тривиальное у нее решение всегда есть, альфа равняется нулю. А вообще она имеет решение тогда и только тогда, когда, нетривиальное, когда ее определить равен нулю. А определить эту систему, как раз определить Бронского. Так вот, что мы видим? Это то есть верно для всякого x. И оно, эта система, ну, она имеет нетривиальное решение альфа. Поэтому, хоть бы я ни x не взял, у меня определить Бронского должен быть равен нулю. То есть определить этой матрицы. Вот и все. Итак, из линейной зависимости функции следует равенство нулю определить Бронского. А обратное, это неверно. Обратное неверно, потому что уже, ну, вот я беру простейший пример, естественно, когда n равняется двум, я предлагаю взять две вот таких вот вунции. Ну, понятно, что они гладкие, все. Вот. И что я вижу? Я вижу, что определить Бронского у меня равен нулю. Потому что либо, ну, если x, скажем, положительное, то у меня будет psi 2 равно нулю, ну, если производная равна нулю, то есть столбец нулевой. Ну, либо вот этот будет столбец равен нулю. Поэтому определить Бронского равен нулю. Но совершенно очевидно, что здесь мы линейную комбинацию нетривиальную подобрать их не можем. То есть она всяко от x будет зависеть. То есть что мы получаем? Что определить Бронского может быть равен нулю, а функции линейно независимы. То есть если равен с нулю определить не следует зависимость. И все было бы это неинтересно, но штука в том, что мы будем рассматривать определить Бронского не для произвольных функций, а для решений нашего однородного уравнения. А вот для однородного уравнения это оказывается, ну, обратное утверждение, оказывается верным. То есть, и даже более сильное оказывается верным. То есть, если вот у меня имеется н решений так однородного уравнения, я по ним построил определить Бронского дубль В, и даже, не надо мне даже во всех точках, чтобы он равен нулю, даже если найдется хоть одна точка Х0, в которой дубль В равняется нулю, то тогда решение линейно зависимое. Ну, вот чем же отличаются просто функции от решения дифференциального уравнения? Мы сейчас увидим. Итак, взяли н решений, построили определение Бронского, и допустим, что он обращается в ноль в какой-то точке Х0 из-за Б. Опять-таки, мы можем выписать эту самую алгебраическую систему, но, естественно, только в точке Х0. Вот я ее просто тупо выписываю. В векторном виде это вот что такое, но Фи понятно, это матрица, построенная на решениях Фи1 и так далее и ФиН. Причем определение матрицы в точке Х0 это как раз есть W от Х0 и он равен нулю. Значит, в точке Х0 найдется нетривиальный вектор альфа-0. То есть, хоть одна компонент у него отлична от нуля. Что я дальше делаю? Что я дальше делаю? я беру и рассматриваю функцию, являющуюся линейной комбинацией моих решений с коэффициентами соответственно альфа-1,0 и так далее альфа-N,0. Линейной комбинацией решений является решением. То есть, Фи от Х у меня решение. То есть, смотрите, а что же произойдет у меня при Х равном Х0 у меня будет вот это моя хи в точке Х0, видите, когда я подставлю альфа-1, альфа-0, это ноль и все остальные точно так же нули. Все производные до порядка н-1 включитель. Само по себе это ничего бы нам не давало, но для линейного уравнения в данном случае справедливо теорема единственности. А тривиальное решение, которое всегда есть, оно имеет те же самые начальные данные. Оно в любой точке, в том числе в точке Х0 равно 0, его производные, но естественно тоже равны 0. Таким образом, что получилось? Мы имеем два решения одной и той же задачи Каши и работает тема единственности. Это значит, что эти решения совпадают, то есть наша Фи от Х, так записанной, тождественно равняется 0. Ну, или, если я вспомнил, что такое Фи от Х, вот оно, я что, я на Б получил линейную комбинацию нетривиальную, которая равна 0. А это и есть по определению линейной независимости функции Фи1, Фи, 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 Фи. Фи. Доказывать тут нечего. Если Бриджи Бронского построенное на решениях уравнение обращается в 0 хотя бы в одной точке, то он равен 0 во всех точках. И наоборот, если найдется такой Х0, что W в точке Х0 не равно 0, то он будет тоже отличным от 0, тем самым тем самым является знак определенной функции. Вот. Этот вопрос мы выяснили. Дальше, а дальше, собственно, мы обводим ключевое понятие всей этой самой теории. Это понятие фундаментальной системы решений. Ну, вот, если на экзамене кто-то не скажет, что фундаментальная система решений, то, я думаю, что даже не только у вас будет мой, но и у нас будет мой и на матмехе, а и в любом другом институте или университете как теперь называется, за это могут выйти. Но у нас точно выйдет. Потому что нет смысла вообще ни о чем говорить, если ты не знаешь, что такое фундаментальная система решений. А на самом деле все это очень просто. Фундаментальная система решений линейного уравнения однородного, ну, однородное мы сейчас только однородное рассматриваем, называется любые N линейно независимых на AB решений этого уравнения. Вот если я имею N линейно независимых решений, то вот их совокупность есть фундаментальная система решений. Зачем это нужно? Сейчас это будет понятно. Ну, а сначала вопрос о том, существует ли эта самая фундаментальная система решений. Это вопрос я задаю почти каждому на экзамене и далеко не все отвечают и на самом деле ответ-то тривиален. Просто эта фундаментальная система решений строится. Это конструктивный результат. из-за этого я был вынужден очень простой результат выделить в отдельную теорему. Но чтобы это хоть как-то звучало и привлекало внимание. Теорему вроде надо знать. Но на самом деле даже знание этой теоремы вам все равно не избежать. Вам надо все равно уметь всегда объяснить мне и главное самому себе а почему она существует. Потому что когда студенты начинают задумываться на эту тему ну вот почему нет. Я говорю да вот очень просто. Вот у вас есть какое-то решение φ1 от х. Допустим есть еще одно решение он там висит под потолком φ2 от х. Но φ2 от х равняется 2 φ1 от х. А φ3 это 3 φ1 от х. То есть они все независимы. И откуда же следует хотя бы даже два решения если они независимы. Ну это вот если такие разговоры я начинаю заводить то ситуация очень плохая на экзамене. А на самом деле мы ее просто построим элементарно и делается это следующим образом. Вот этот алгоритм вы должны знать абсолютно как таблицу умножения. Итак мы берем произвольную постоянную матрицу А у которой определитель отличен в нуле. И опять-таки выбираем какую-то точку из 0 за b. Штука в том что вот сделав эти две вещи мы уже фактически создали фундаментальную систему решений. Смотрите ну вот потеряем существование существует решение с начальными данными ну например я беру любой столбец ну возьмем первый столбец тут-то я пишу житый а вообще первый столбец вот я беру х0 и числа соответственно а1 0 и так далее а0 1 и так далее а1 минус 1 1 вот этот вот видите столбец и считаю их начальными данными ну для какого-то решения по теореме существования такое решение существует как говорится вот я из этой вот точки с такими начальными данными выпускаю решение ну и называю его скажем фи 1 следующий столбец беру то же самое х0 выпускаю фи 2 и так далее у меня возникли n решений линейного дробного уравнения вопрос а независимый или независимый на АВ это очень простой я составляю из них матрицу фи большое ее определили это дубль В предель бронского и что я знаю что если я положу х равняется х0 в этом определителе то у меня как раз возникнет моя матрица А только ее определили естественно а определить матрица А была так выбрана что определить отлично 0 ну вот и все я построил свою фундаментальную систему то есть задав начальные данные решений ну иногда там потом нам потребуется разочек значит нормированная матрица какая самая простая фундаментальная матрица а вот нормированная это когда я матрица выбираю просто единичную то есть самый простой ну естественно самый простой среди не особых чем хорошо вот в точке вот в точке х0 опять львронского построенный на такой на такой системе решения равен единице ну и теперь выясняется следующая вещь выясняется следующая вещь я просто могу сказать как у меня устроено общее решение вот помните для уравнения первого мы доказывали теорему существования общего решения она локальная то есть в окрестностей каждой точки я строил специальную окрестность в которой доказывал что существует общее решение окрестность была может быть очень маленькая так вот здесь я строю общее решение просто на всем множестве где определено уравнение то есть на так вот если у меня скажем фи1 и так далее фи n фундаментальная система решений они существуют я их могу построить любую какую захочу тогда вот я какую-то одну выбрал фундаментальную систему решений и рассматриваю функцию фи вот такую от x c1 и так далее cn что это за функция это линейная комбинация решение из моей фундаментальной системы решений так вот эта функция и является общим решением то есть это формула всех решений но вот в области где уравнение определено в области g вот так вот структурировано ну доказательство это факт страшной силы то есть я к сожалению я не могу явно выписать f1 и так далее fn но если я их откуда-то знаю либо знаю что теоретически вот они существуют тогда я знаю какое-то общее решение это не комбинация этих самых решений значит ну во-первых для любого нам доказываем для любого набора c1 и так далее cn вот я зафиксировал если то линейная комбинация решений это решение то есть для любого набора моя функция будет решением что я сделаю я беру и эту функцию n раз n-1 раз дифференцирую у меня опять-таки возникает вот такая вот система но на самом деле это и на уравнение пока что вот но если слева у меня будут стоять начальные данные это будет просто система линейная система относительно c1 и так далее cn вот значит c что вот у правой части если ее векторном виде записать то у меня будет вот эта матрица столбцы ее вот видите вот столбец и так далее вот столбец это матрица фи большой ее определить определить Вронского поскольку фи 1 и так далее фи 1 и так далее линейно независимы то определить Вронского при всех х отличен от нуля а теперь значит что мы делаем мы выбираем любые начальные данные то есть х 0 и за b ну и набор у вещественных вот и покажем нам надо что показать что если вот сюда это подставлю эти числа то я однозначно решу эту систему относительно c1 и так далее cn это как раз первая часть определения общего решения вот значит покажем что вот найдется единственный набор констанций c1 с нуля и так далее cn с нуля фикатоном значит соответственно фи моя вот эта функция в момент x0 и в этих константах будет равна y0 0 но соответственно соответствующие производные равны соответствующим этим самым y0 значит что я делаю я беру в эту вот систему 4.6 подставляю начальное данное x0 ну и соответственно значение этой самой функции y вот я получил линейную алгебраическую систему относительно c1 и так далее от c определение матрицы отличных нуля в точке x0 причем x0 то она может быть любой не играет роли какая x0 она любая из АБ у нас определивромска во всех точках отличных нуля вот значит что же получается ну если конечно если конечно у меня y1 эти все начальные данные равны нулю то у меня это будет линейная однородная система у нее предитель отличных нуля значит существует и только тривиальное решение то есть все c равняется нулю но так оно и есть если у меня все начальные данные равны нулю то как раз это и будет тривиальное решение равняется нулю ну это и будет ноль а если у меня набор y то есть это вектор свободная неоднородность она отлична от нуля определитель линейной системы отличен от нуля существует единственное решение ну вот я его назову c1 и так далее c1 с нуликом и так далее cn с нуликом ну и теперь если я подставлю эти c 1 с нуликом cn с нуликом в формулу своего ну то что я называю теперь уже понятно что обосновано общего решения то эта функция будет как раз решением задачи каши с начальными данными вот указанными определенными на b ну так вот это чтобы это пройти мы подставляем и получаем вот эту систему которая справедливо вот и все ну мы еще не проходили мы пройдем ее можно было не доказывать эту теорему а мы докажем аналогичную теорему линейных систем однородных в следующей главе ну и соответственно можно было бы не доказывать а просто как следствие получить дальше ну очевидный собственно говоря очевидная теорема которая говорит что множество вещественных решений линейного однородного уравнения образует мерное вещественное линейное пространство над полем вещественных чисел ну догадется то это просто повторение тех рассуждений которые мы делали ну на самом деле что это значит это значит что любое решение я могу отождествить с точкой в рн а координаты и точки значит раскладывать по базису фи 1 и так далее фи 1 то есть любое решение точка в рн надо понимать для себя но при фиксированном базисе понятно что если другую фундаментальную систему выбрать там ну фи 1 с волной и так далее фи 1 с волной там конечно будет своя точка но есть формулы перехода одного базиса к другому соответственно они однозначно все переходят ну и отсюда же следует что простой такой факт но вот я тоже это спрашиваю на экзамене объясни почему линейное однородное уравнение н-го порядка не может иметь более чем н-линейное независимое решение то есть нет смысла искать больше а вдруг есть еще н-пс-1 ну так вот оно разложится по этим поэтому и не может быть независимым оно всегда будет независимым вот следующий момент это практическая вот то что нам нужно будет непосредственно и что мы будем использовать на практике вот при решении уравнений все дело в том все дело в том что хотя мы рассмотрим вещественные уравнения но вот решения то у них могут получаться комплексные вот такой вот факт и так сказать те алгоритмы которые позволяют решать то что можно решить как раз приводят к тому что мы находим комплексные решения ну комплексно значные вещественные аргументы то есть решение вида вот у от x плюс и в от x где у от x и в от x вещественные функции естественно вот но понимаете нам неинтересны комплексные решения мы решаем вещественное уравнение мы хотим получить результат который можно держать в руках так вот оказывается что если у нас возникла фундаментальная система решений в которую входит комплексное решение она будет возникать непосредственно в ходе решения практического то мы всегда ее можем овеществить то есть выбрать другую фундаментальную систему решений которая уже будет целиком вещественной для доказательства факта это факт совершенно простой нам потребуется совершенно опять таки очевидное утверждение что вот если я рассматриваю комплексное решение у плюс и в то вещественная часть функции у будет так же решением и комплексное будет так же решением ну действительно значит подставив свое решение вот сюда приравнив вещественные именимые части то я получаю что и удовлетворяет уравнению и в удовлетворяет уравнению но это все верно только потому что у меня коэффициенты p1 и так далее pn вещественные конечно если бы они были комплексными то есть я рассматриваю как признать что это так сказать утверждение было бы неверно ну и понятно с какой радости у комплексного уравнения будет комплексная вещественная система а для вещественных это верно ну кроме того если я теперь возьму вот такую линейную комбинацию у мы доказали решение это будет тоже решение то есть что если есть комплексное решение то комплексно сопряженные функции тоже будет решением Ну и теперь лемма об висчислении фундаментальной системы решений. Итак, пусть у нас есть набор функций θ1, как он устроен. Например, в ходе решения мы нашли функцию φ1, которая комплексная. Тогда, может у нас там какие-то другие еще функции, тогда я обязательно возьму функцию φ1 с чертой, которая является решением и понятно, которая ли независима. Ну, потому что эти функции, если я возьму сопряженную, то ли независимость элементарно доказывается. И, допустим, у меня в моей фундаментальной системе, в этом наборе θ, L таких пар, комплекс сопряженных. Ну, а остальные, они могут быть, могут не быть, это мне сейчас не важно, они просто вещественные. Вот. Да, так вот этот набор образует функциональную систему решений, понятно, комплексную. Если у меня L, L, я предполагаю больше единиц, потому что если я равно нулю, то она просто сразу вещественная. Тогда я могу составить другой набор θ2. Как он устроен? Я вместо, скажем, φ1 и φ1 с чертой беру вещественную часть φ1 и мнимую часть φ1. Видите? И то же самое с остальными комплексными решениями. Я заменяю их на вещественные, комплексные пары заменяю на вещественные и мнимые части. Ну, а вещественные, они и так уже вещественные, я их оставляю на месте. Да, так вот, что нам надо доказать, что вот такая вот, такой набор θ2, вещественный набор, состоящий из n функций, то это будет он или не независимым. Ну, а тогда, значит, являться вещественной фундаментальной системой решений. Вот. Значит, что мы будем использовать? Что мы будем использовать? Мы будем использовать то, что, значит, поскольку θ1 – это фундаментальная система решений, то определить Вронского W1, построенный по этому набору функций, он отлично от нуля. Что нам нужно доказать? Нам нужно доказать, на самом деле, что определить Вронского построенный по набору θ2 также отличен от нуля. Ну, а дальше что? Мы уже знаем, что этот набор состоит из решений, и хендштук, и вот, отдачная система решений вещественной. Ну, вот цепочка Ryan совершенно очевидная. Я начинаю с того, что определить Вронского W1, то есть по первому набору построенный. Вот он выписан. Отлично от нуля. Дальше что я делаю? Я расписываю первые два столбца. Вот этот и вот этот. Ну, просто через У плюс ИВ ничего не делая больше. Дальше что я делаю? Использую свойства определителя. Известно, что если у нас линейная комбинация какая-то стоит в функции строки, то это и есть линейная комбинация определителей. То есть это вот определитель, который в первой столбце или строке не выразить, мы по столбец говорим. Значит, если я беру, ну вот, и отобритель равен сумме, определитель, в котором стоит только У1, если вы знаете, самый столбец, плюс И и общий множитель. Он выносится, как известно, за определитель. И здесь стоит это В1, и так далее. С остальным я не работал. Все переписал, как есть. Вот. Дальше что я делаю? Дальше я и в этом и в этом определителе то же самое раскладываю нот в сумму по элементу второго столбца. То есть вот этот определитель, у меня получается, я беру второй столбец, вот я его выписал. И, соответственно, минусы выносится, это вот еще из него второе слагаемое. Это тут стоит на втором месте столбец из В. То же самое я делаю со вторым определителем. И тут у нас уже был. Соответственно, я выписываю здесь всего один уровень. У один штрих, с остальным ничего не делаю. Плюс. Почему плюс? Значит, выносится минусы, и множится на и, получается единица. Поэтому плюс идет, значит, вот определитель, в котором эти столбцы. Ну, давайте посмотрим на то, что мы получили. Мы получили что? Вот этот определитель, вот этот определитель ноль, потому что у него два одинаковых столбца. Вот эти четыре определителя мы смотрим. Этот определитель, последний, тоже ноль, потому что у него два одинаковых столбца первых. Вот, значит, здесь что происходит? Смотрите, у нас получилось в этом определителе у и в как бы не в том порядке. Я что могу? Поменять соседние столбцы. От этого, опять-таки, по свойству определителя знак определителя меняется на противоположный. Поэтому здесь будет минусы, и полученный это определитель совпадает с этим. Ну и что получается? Я их складываю, получаю минус 2i умножить на определитель, в котором, ну вот, заменились, что первые два столбца, φ1 и φ1 с чертой, на, соответственно, у1 и v1. Дальше я пройдем то же самое со вторым, с третьим и четвертым столбцом и так далее. Вот у меня l из комплекса напряженных. Что у меня получится в итоге? У меня вытащится множитель минус 2i в степени l, а здесь возникнет определитель, который построен как раз по этому самому W2, который построен по набору θ2. Вот он. Вот он. То есть это приликность W2 от х. Ну, на что там, ну, не на ноль, мне сейчас не важно, на что, а цепочку посмотрели в начале, он, значит, отлично от нуля. Ну и доказана наша лемма. То есть любую систему можем веществить, и на практике вы должны будете это сделать. То есть, когда мы сейчас будем решать негативных ответов с комплексными решениями, быть не должно. Как овеществлять, я вам расскажу. Теоретически я вам доказал, что это возможно. Вот. Дальше. А дальше нам нужны будут некоторые формулы, как бы, Поэтому, чтобы их вывести, нам надо будет решить, так называемую, обратную задачу. Поэтому, чем важен этот пункт пятый? Это само по себе, как бы, обратная задача и плюс трамплин для того, чтобы вывести, ну, так называемую формулу неувилля, которая будет ниже. И это один тоже из моих любимых вопросов на экзамене. Вот как теоретически решить обратную задачу. В чем она заключается? Смотрите. Вот у нас есть линейное однородное уравнение, а мы по нему, значит, для него существует рументальная система решений. Мы доказали. Обратно. Вот у нас есть n-функции, построенные по ним, ну, пускай они, значит, n раз дифференцируемы на АБ, и построенные по ним определить Ромского отлично от нуля. Может ли быть этот набор функций фундаментальной системы решений некоторого линейного уравнения? Если может быть, то тогда следующие вопросы, может быть, несколько уравнений обладают этим набором функций в качестве фундаментальной системы решений. И следующий вопрос. А какой порядок уравнений? Ну вот, ответим на эти вопросы. Итак, теорема по построению линейного однородного уравнения по заданному набору функций. Пусть φ1, φn – набор из n раз непринадочных на интервале АБ функций, и определить Ромского, построенные на них, ну, пулевая от х, отличная от нуля для всякого х. Тогда существует и единственное линейное однородное дифференциальное уравнение, для которого φ1 и так далее, φn – фундаментальная система решений. Доказываем. Значит, существует и, наверное, две вещи доказать. Давайте начнем с единственности. Она доказывается очень просто. Смотрите. Значит, предположим, что вот у нас есть одно уравнение с коэффициентами p, 4,3 оно. Есть еще и второе уравнение, второе, скажем, коэффициенты q. То есть q1 и так далее, q. У нас есть уравнение с коэффициентами p, с q, обладающие вот этой самой фундаментальной системой. Ну, они различны. Это что значит? Что хоть один из коэффициентов p и q отличаются друг от друга, правильно? Хоть в одной точке. Вот. С чего мы начинаем? Мы смотрим на q1 и p1. Значит, если они различаются, то, значит, отметим себе это. Если нет, то посмотрим следующее, так следующее. Где-то мы разойдемся. Значит, поэтому найдется такое тау, наименьшее натуральное число, что p тау не равно тождественно q тау. Ну, вот если тау равно единице, то сразу p1 не равно q1 тождественно. Если нет, то, соответственно, лезем дальше. Но где-то оно найдется. Значит, ну, если в какой-то точке отлично от нуля, а у нас коэффициенты непрерывные, то, значит, есть интервал, скажем, альфа-бета, содержащийся в АП, на котором по-прежнему p от тау будет отлично от q от тау. Вот. Тогда каждый из наших решений, f1 тдл fn, будет творять, ну, если он удовлетворяет уравнению тому и тому, то есть я возьму разность, оно будет удовлетворять разности. А разность выглядит как? А вот так. Ну, понятно, n-ая производная сократилась, она и там по коэффициенту был один, ну, а дальше вот до первого, не этого самого, не нулевого вот этого множителя мы идем. Вот. Значит, смотрите, когда x принадлежит альфа-бета, мы немножко, ну, если надо, сузимся, то вот это вот множитель при старшей производной, да, это что, это у нас уравнение, но не каноническая запись, вот этот множитель мешает. Так вот, на альфа-бета он отличен от нуля. Поэтому я могу поделить, и что я получу? Я получу уравнение, тау, поскольку большинство на единице, хотя бы на порядок меньше. И что я знаю про него? Я знаю, что оно имеет n-ая независимых функций. Это противоречит следствию, о котором я говорил. Он не может быть, не может обладать уравнение, вот, порядка меньше, я, ну, скажем, n-1, не может иметь n-ая независимых. Обязательно хоть одна из них разложится по-другим. Ну, а это не так, по предположению. Значит, двух уравнений быть не может. Ну, а дальше, вот у нас есть эти самые наборы из n-функций. Как же нам построить уравнение? Ну, вот, я вам сейчас специально рассказываю так, чтобы вам это хорошо запомнилось, и вы смогли это воспроизвести на экзамене, но не по билету, а просто вот. Это вы должны уметь делать. Значит, смотрите, нам надо как-то использовать, ну, понятно, куда деваться, нам надо использовать, что решение у нас линей независимое, а это значит у нас определение Вронского отличено от нуля. Значит, я могу выписать вот эту самую матрицу φ большое, ну, и сам определение Вронского. и он отличен от нуля. Это я знаю. Теперь дальше. А дальше все-таки у нас предполагается, предполагается, что у нас n раз, не n-1, выделить Вронского n-1, n-1 производная, последняя. А у нас n раздифференцирует. Значит, надо как-то все-таки добавить то, что у нас n-е тоже производные есть. Куда бы их записать n-е производные, этих самых φ? Ну, наверное, надо продолжить столбцы. Там у нас столбцы кончаются n-1 производные определения Вронского. Давайте добавим еще последний столбец. φ1, n-е производные и так далее, φn, n-е производные. Мы получили матрицу уже не квадратную с одной стороны. То есть определить, как бы ее не посчитаешь. С другой стороны, если мы хотим уравнения, нам надо куда-то у присадить. Куда, так сказать, по здравому смыслу написать y? Ну, наверное, справа. Наверное, справа. И у нас снова, значит, у нас получится опять-таки матрица квадратная станет. Видите, вот я добавил к определению Вронского последнюю строчку, известно, последний столбец. Вот я рассматриваю такой определитель и приравниваю к нулю. И вот оказывается, что это есть с комой уравнения. Ну, давайте в этом убедимся. Что мы сделаем? Опять-таки, вот кто плохо знает, повторите. Есть, ну, не знаю, по-разному. Есть от 9 до 11 свойств определителя. И сейчас мы будем и вот в теории линейных систем, и здесь мы будем постоянно использовать разные свойства определителя. Кто их плохо помнит, повторите, пожалуйста, чтобы не удивляться и понимать, откуда что идет. Здесь предлагается разложить наш определитель по элементам последнего столбца. То есть, это что такое? Ну, скажем, я снизу вверх пойду. Это у меня y, n, вот этот элемент. n плюс 1, n плюс 1. На алгебраическое дополнение, то есть, это определитель со знаком. Определитель этот есть, ну, в данном случае, а знак выбирается от того, соответственно, какие индексы это вот. Ну, скажем, a, n плюс 1, n плюс 1, значит, ставить единицу или минус единицу, надо, значит, умножать на логебраическое дополнение. Это минор, умножаемый на минус единицу в степени и плюс g. Здесь понятно, что это четно, поэтому минус единицы нет. А определитель или минор в данном случае это есть предель Вронского. Вот наш член. Дальше идет что? Дальше идет y, n минус 1. В алгебраическом дополнении это будет минус единица умножить на что? На минор какой? Мы вычеркнули этот столбец и вычеркнули предпоследнюю строку. Вот то, что осталось, вот этот определитель минор, он и множится сюда. Я его обзываю r1. Вот я его выписал специально. Видите? Идет n-2, строка n-1 отсутствует и потом n-1 отсутствует и потом n-1 с индексом она идет. Вот. Это мне будет нужным. И знак минус стоит из-за несчетной суммы индексов. Следующий пишет точно так же, но мне они мало интересны. Понятно, что их можно написать. А вот это мне будет нужно. Дальше мы что делаем? Делим это уравнение на W от x. Я получаю каноническую запись уравнения n-го порядка n-го самого нашего линейного однородного 4-3 у которого первый коэффициент p1 который обзывается ну так это будет r1 поделить на W линейного приняли к сведению это нам потребуется вот ну и что значит мы видим что 4-7 действительно если расписать определить то имеет вид линейного однородного уравнения n-го порядка нам осталось убедиться что значит f1 и так далее fn это его решение опять-таки из-за того что мы уравнение записали в таком вот виде это элементарно я беру f1 значит что будет если я подставляю f1 уравнение должно быть тождественное я подставляю вот сюда вместо y соответственно f1 f1 и так далее fn и чему равен определить то есть левая часть моего уравнения а он равен нулю потому что я получил два одинаковых столбца первый и последний но это значит это здесь равняется нулю то есть f1 является решением ну и так далее вот и все то есть опять-таки эта теорема конструктивна мы просто явно строим наше линейное уравнение по системе функций так и что мне потребуется последнее в общей теории это вот упомянутая уже формула неувилья вот оказывается что предель в рунского как вы понимаете это очень важная вещь так вот его можно найти его можно найти даже не зная самих функций то есть не зная решения а вот то есть решение мы задали начальными данными так вот чему равен предель в рунского это функция мы ее можем найти не умея решать уравнение то есть не зная f1 который мы найти не можем то есть вот начальные данные помните как-то матрица а большая была не особо это как раз есть w в точке x0 вот значит ну мы тут переходим в матричные всякие штуки поэтому опять-таки известная вещь на всякий случай я ее напоминаю ежели мы хотим продифференцировать определитель матрицы скажем у нас матрица фи ее элементы фи и ж если мы хотим взять производную определителя то это есть сумма из n определителей в первом определителе значит ну тот который это мое фи только я заменил первую строчку на производную вторую строчку заменил на производную и так далее последний я последнюю строчку заменил на строчку из ее производных вот теперь пользуясь этой формулой я дифференцирую мой определитель бронского и так значит значит вот вот мой определитель бронского он выписан но чуть подробнее чем обычно я писал я беру производную это что будет значит производная первой строки все остальное оставили и так далее пишем 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 производная предпоследней строки вот она и наконец производная последней строки что я вижу в первом определителе у меня две строки одинаковые он 0 следующий будет вторая и третья строки одинаковые это 0 значит если в минус первого у меня предпоследние и последние строки оказались равными нули то есть это все нули и остался один определитель а это определитель это как раз мой минус r вот определитель выписан значит это равно минус r1 видите вот значит что же я получил что же я получил а значит что такое минус r вспомним что такое это видите r1 это p1 на умножить на w соответственно вместо минуса r я подставляю я получаю что w' равняется минус p1 на w я посмотрю w это все-таки скалярная функция я получил линейное однородное равнение первого порядка вот этот я решать умею равнись разделяющимися переменными вот значит разделяю переменные я интегрирую ну по s от x0 до x то есть интеграл с переменной в верхнем предел потому что явно не пишется вот значит что у меня тут будет вот я поделим на w от x w от x кстати не 0 запомните потому что у меня система функций линейное зависимых вот я получаю интегрируя минус p1 от s под s это есть интеграл от x0 от w поделить на w вот написано ну а это понятно интеграл в смысле это интеграл это я его интегрирую вносится это интеграл от дифференциала у меня получается логарифм w я подставляю верхний предел x минус нижний предел логарифм w от x0 разность логарифм логарифм частного заметьте я не поставил здесь модуль надо было писать модуль но у нас w функция знака определенная то есть она либо везде положительная либо отрицательная и поэтому отношение всегда положительное ну и теперь как обычно когда есть логарифм я потенциирую домножаю на знаменатель все как учитель и получаешь w от x равняется w от x 0 на e в степени минус интеграл от p1 ну вот видите такой интересный факт оказывается это и называется формула логарифм любопытный факт что апрель воронского зависит только от первого коэффициента уравнение уравнение а эти какие не бери апрель воронского всегда будет один и тот же так теперь дальше дальше мы переходим то есть теория для однородных создана мы знаем все только не можем найти решение вот в явном виде фиадин фундаментальной системы решения но зато ежели мы знаем эту самую фундаментальную систему решений то неоднородные уровни мы решим всегда если помните я вам говорил что существует для уровня первого порядка существует два метода метод вариации метод непредимых коэффициентов мы уравнение первого порядка всегда решаем метод вариации вот ну а здесь мы разберем оба метода то есть метод непредимых коэффициентов метод вариации потому что метод непредимых коэффициентов существенно проще чем метод вариации тогда когда его можно применить итак начинаем смотреть теперь уже уравнение 4.1 то есть линейное неоднородное мы считаем что q от x не 0 ну либо значит в записи в операторном виде ly равняется q вот и тогда мы докажем ту форму которую я говорил мы не доказывал для времени первого порядка о том что общее решение однородного общее решение неоднородного равняется общее решение однородного плюс частное решение неоднородного однородного вот пускай пускай у нас fiat x какое-то fiat x какое-то решение неоднородного уровня это значит что мы подставили в оператор l lpsi равняется q артистин теперь сделаем ну сдвигаю число просто мы действительно сдвигаем и растягиваем замену y равняется z плюс фертекс что у меня получится у меня получается значит l от z плюс psi вместо y я подставляю равняется q оператор линейный поэтому l от суммы равна сумме операторов дальше я знаю поскольку psi у меня решение то l psi равно q они сократились осталось lz равняется нулю то есть вот этой заменой я свое линейное неоднородное уравнение свел к линейным однородному с теми же самым p с теми же самым оператором l l задается коэффициентами p теперь однородное уравнение я знаю как выглядит его общее решение это линейная комбинация понятно но записывается оно как вот от фи от x c 1 это общее решение однородного уравнения если я его подставлю в замену я что получу что линейная неоднородная имеет следующее решение то есть это общее однородное это частное неоднородное вот и все а отсюда отсюда вытекает алгоритм решения сначала мы так или иначе мучаемся мы пытаемся решить однородное уравнение если нам это удается мы ищем частное решение неоднородного мы берем их линейную комбинацию и получаем ответ выписываем общее решение неоднородного уравнения значит сначала я расскажу да наша задача найти вот теперь найти частное решение неоднородного сначала я рассказываю метод вариации произвольной постоянно ну он достаточно просто элементарно проводился первого порядка здесь будет похитрее и я так рассказываю это образно теорему чтобы вы получше запомнили вот эту же теорему я рассказываю на практике когда не читаю лекцию перед тем как решать в точности причем дословно так я сейчас буду говорить вот итак значит у нас есть неоднородное уравнение пускай фундаментальная система фи 1 фи n нашего однородного уравнения на а b тогда частное решение неоднородного c от x может быть найдено в виде квадратур то есть точность но не берущихся интегралов от моей фундаментальной системы решений ну и само собой коэффициентов f и неоднородности q да так вот значит почему называется метод вариации произвольной постоянной потому что общее решение однородного уравнения если вы помните линейная комбинация решений системы то есть это c1 на f1 то далее плюс cn на fn чтобы найти частное неоднородное я начинаю эти константы c1 и cn варьировать то есть считать их функции x собственно про это и написано смотрите на самом деле почему этот метод труден потому что мы свое решение которое может очень простой вид расписываем в сумму n произведений в сумму n слагаемых каждое слагаемое это произведение соответственно решение системы которая может иметь совершенно страшный вид и какую-то неизвестную функцию которую мы будем искать и опять таких она может и тут играла не браться и вообще всякая гадость получаться и вы будете тут интегрировать даже соберется тут можете полчаса интегрировать чтобы найти эти c1 cn сейчас мы это увидим то есть это огромная работа а потом возьмете комбинации сложить у вас потом приведутся это вообще будет односель а другого пути нет вы должны понять что это очень трудоемкий процесс итак что получится на самом деле давайте прикинем вот пускай это у нас решение это значит что ежели мы подставим его уравнение будет верное тожество и что у нас будет получена одна связь на n неизвестных функций c1 и так далее cn а остальные непонятно какие и непонятно откуда как их брать они пока произвольные так они есть произвольные именно как распорядиться с другой стороны подумайте а как мы будем подставлять чтобы подставить мы должны будем найти первую производную c то есть продифференцировать эту линейную комбинацию сумму произведения сколько у меня будет слагаемых если здесь n у меня будет 2 n потому что производное произведение понятно чему равна сумме у меня будет 2 n когда возьму вторую производную эти 2 n и так далее можете представить если вы возьмете производить десятого порядка сколько это слагов вы их не запишите вам тетрадки не хватит и потом с этим надо что-то делать а повторяю связка то в итоге одна всего так вот тут такая ситуация а давайте мы будем разумно выбирать значит у нас что n-1 связь свободна давайте будем разумно выбирать эти связи так чтобы бороться с какими-то врагами кого-то уничтожать у нас как я это говорю у нас есть пистолет с одним патроном и мы будем отстреливать все что нам не нравится а что нам не нравится мы понимаем что мы будем дифференцировать у нас слагами будет убаиваться число слагаемых так давайте лишние будем аннулировать накладывать тем самым связи то есть вот отстреливая вот это и делается итак давайте смотреть вот я написал си ну я от x не пишу понятно что от x дальше я беру си штрих сначала я дифференцирую ну по второму со множителю то есть я сначала фи дифференцирую потом я дифференцирую свои функции неизвестные си один штрих и так далее cn штрих вот у меня число слагаемых удвоилось я предлагаю это дело отстрелить используя один патрон то используя одну связь положим эти производные си равняются нулю то есть первая производная пси по-прежнему будет иметь n слагаемых я ее дифференцирую опять-таки сначала фи дифференцирую у меня появились вторые производные потом я дифференцирую cn опять-таки у меня слагаемых удвоилось и опять-таки я использую свой второй патрон и уничтожаю вот эту самую вторую сумму и так далее значит n-1 производная ну индукция легко доказывать что она будет выглядеть следующим образом вопрос у меня еще патроны-то остались у меня как вы понимаете n-1 связь есть потому что последняя связь будет при постановке уравнений а мне нужно ну как сказать если я хочу чтобы система относительно c-штрих была разрешима мне нужно иметь n-1 то есть связи должно быть более чем а иначе шансов решить то нету еще можно и n-1 не решить но это уже следующий вопрос если посчитать выезжает что последний патрон тут одно из двух либо это по-прежнему положить равным нулю либо застрелиться если это не такая штука не приведет и так сказать врагов окажется слишком много они еще останутся и мы попадем в тлен то есть не решим вот ладно рискнем значит положили это равно нулю продифференцировали последний раз то есть нашли n-ую производную вот она и вот это уже нулю я не могу положить у меня тогда будет слишком много связей нет кончились патроны вот значит ну живем с тем что есть вот мои производные посчитаны теперь я что делаю я делаю следующую вещь я беру ну это умножаю на pn это на pn-1 соответственно pn-2 это на p1 это на единицу и складываю тем самым я подставляю мою мою это самое psi ее производные в уравнение и это уравнение приравниваю ку вот видите вот ну на доске это я пишу красиво здесь я умножаю тут мне к сожалению в наборе было это не сделать а теперь давайте посмотрим значит вот здесь у меня стоит что скажем да вот у меня что получится вот я это все домножил то на что я сказал этих вот у меня нету все остальное у меня есть вот эта бешеная сумма приравнена ку а теперь давайте посмотрим что у меня здесь стоит скажем вот я посмотрю на этот первый столбец но вот слагаемые составлены из этого первого столбца c1 у меня вынеслось здесь у меня будет стоять фи1 с коэффициентом 1 плюс п1 на фи минус 1 и так далее фи1 на п н то есть у меня стоит у меня подставлено фи в мое линейное однородное равнение но фи как раз и есть решение моего линейного однородного равнения то есть вот эта вся линейная комбинация весь первый столбец обращается тут очень важно что я частное решение ищу в виде линейной комбинации решений однородного уравнения то есть фи1 и так далее фи вот на этом и построено а иначе бы все это было бессмысленно итак у меня этот столбец зановленился следующий следующий и вот этот столбец зановленился осталось тогда что это умножилось на единицу вот эта штука и она равна кодекс и я в итоге вот мои n отстрелов и последнее равенство вот я получил такую систему что я получил я получил линейную алгебраическую систему неоднородную кодекс у меня не 0 какой у меня определитель у линейной части а это есть определитель бронского видите по столбцам и сверху а неизвестный это вектор c1 штрих и так далее cn штрих эта система имеет единственное решение эта система имеет единственное решение это решение выписывается по формулам Крамера по формулам Крамера причем эти формулы здесь очень простые потому что у меня почти все q почти все свободные все компоненты правой части равны нулю поэтому там формулы Крамера стоит не сумма а просто одно слагаемое это есть значит алгебрическое дополнение если я считаю житую c житая штрих алгебрическое дополнение n-ой строки н-ой строки и житого столбца умножить на q ну и поделить на ответили вронский который не 0 вот я нашел вот я нашел однозначно все c житые штрих дальше я их проинтегрировал ну понятно что поскольку явно у меня написано когда будут явные функции здесь то вы будете интегрировать вот и получил просто формулу частного решения это есть линейная комбинация фи и житых на c житые а c житые это вот интеграл от этих значительных функций то есть я решил просто вот в общем виде нашел частное решение теперь что вас ждет когда вы будете решать искать частное решение методовой вариации смотрите вы просто автоматически ну понятно можно ее выводить а можно запомнить и выписать эту систему но только сначала сначала вам надо обязательно написать вот эту формулу 4.9 то есть вид частного решения то что мы называем y частное неоднородное если вы это не выпишите то спустя получаса интегрирования вон там в той системе вы знаете какой ответ напишите и это пишет всегда ну 1-2-3 человека каждый год на протяжении многих десятков лет обязательно несколько студентов найдутся которые на радость что нашли c1 и так далее cn они просто в качестве пишут c1 плюс и так далее cn складывают c забывая там множество а почему забывая там множество потому что у них не написано вот эта самая формул поэтому не ленитесь сначала напишите вид частного решения потом ищите c а потом найденный c в него подставите то есть вот эту систему вы конечно в матричном виде вот так решать вряд ли будете вы будете решать вручную тем не менее вы ее естественно решите ну и получите частное решение и теперь вот теперь мы готовы собственно перейти к тому что нам сейчас потребуется на практике вот сейчас самое 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 начинается как раз я к этому пришел и я успеваю смотрите а чего вообще на практике делать так по большому счету чего вообще на практике делать если мы не можем решить не можем найти фундамент систему решений на самом деле как обычно это бывает есть классы уравнений и мы будем с ними знакомиться это будет второй пример на третий контрольный которые будут уравнения с переменными коэффициентами но определенные так сказать структуры так называемые уравнения Эйлера которые можно решить мы будем решать но сначала мы рассмотрим класс важнейший случай важнейший класс уравнений которые встречаются может быть даже еще и чаще на практике чем уравнения которые мы сейчас рассматривали а это называется линейные уравнения с постоянными коэффициентами то есть все p и q у нас они постоянные так вот оказывается что любое уравнение с постоянными коэффициентами мы решить труд можем и соответственно будем решать ну давайте смотреть как это делается итак мы будем рассматривать уравнение 4 3 c сначала однородное потому что неоднородное мы можем потом решить методом вариации или как я расскажу еще методом непрерывное коэффициент линейное однородное равнение с постоянными коэффициентами были следующим образом 4 3 но вот я c давал я констант и соответственно lc чтобы различались линейный оператор это тоже самое равнение n-ого порядка только коэффициенты у него постоянные функции p все они постоянные в связи с этим сразу вывод что а где у нас непрерывные существуют непрерывные константы на всей оси поэтому любое решение уравнения со своими концентрами определено на всей вещественной оси то есть наша b это r1 всегда ну прости леммы которые на самом деле вам хорошо известны в матанализе на всякий случай я их доказал вот если я рассмотрю n-функций какого вида каждая функция это произведение степенной функции то есть х-степени k1 на экспоненту с показателем скажем лямбда 1 вот видите х-степени k1 и так далее вот их n штук таких вот ну естественно чтобы эти функции были разные то пары не должны совпадать k и лямбда вот так вот тогда тогда значит этот набор функций линейный независим на r1 но это достаточно очевидно потому что понятно что сами по себе экспоненты линейно независимы если без иксов если у них разные лямбды а если лямбды одинаковые то тогда у нас обязательно степени иксов разные потому что пара не должна совпадать да и тогда линейная независимость будет из-за того что система функций единицы икс 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 квадрат и так далее икс степени н и так далее она линейная независима вот значит ну этот факт очевиден если его доказывать если кому это не очевидно ну вот я провожу достаточно длинное доказательство черт его знает короче как-то не видно вот ну посмотрите его а вообще этот факт совершенно очевиден дальше дальше и так и так нам надо найти как-то n линейных независимых решений в каком виде их искать как всегда не надо изобретать велосипед давайте вспомним то что мы уже знаем а именно мы знаем как решать линейные андромные линейные первого порядка вот оно выписано видите то есть то уравнение 4 3 c которое у которого n равно единице мы его решаем уже теперь в уме я думаю все умеют решать это будет его решение общее c на e в степени минус a1x вот то есть решение это экспонент первого порядка есть подозрение что ну тогда естественно первая гипотеза скажем так подозрение что и решение уравнения высокого порядка тоже надо искать в виде экспонента а вот что писать хорошо когда у нас это а1 только а там у нас еще есть а2 и так далее и а1 как тут поступить экспонент то хочется ну так если мы не знаем точно показатели считаем его пока произвольным будем его искать то есть будем искать наше решение в виде е в степени лямбда x ну где лямбда вот пока не знаем если допустить что это решение а как это узнать мы берем и подставляем е в степени лямбда x наше уравнение что если мы первую производную берем это будет значит что она сделает по x берем производную она лямбда выбросит вторая производная выбросит лямбда квадрат и так далее n производная выбросит лямбда в степени n поэтому значит они все будут множиться на е в степени лямбда x когда я подставляю я ее за скобку выношу ну и получаю вот такое значит в скобках такое выражение это что значит это я в свое линейный оператор lc подставил е в степени лямбда x если я хочу чтобы это было решением я его приормирую к нулю понятно что е в степени лямбда x у меня сократится и должно выполняться так действенно вот это вот правительство нулю вот этого многочлена так вот тут важное вот это определение которое вы должны знать это название оно во всех книжках вообще абсолютно и в механике и вообще и в физике это вот эти слова встречаются и так вот вводим функцию g маленькая от лямбда вот это как раз левое вот это выражение эта функция называется характеристическим многочленом линейного однородного уравнения а его нули этого же многочлена или корни нашего характеристического уравнения что же самое понятно уравнение характеристическое g от лямбда равняется нулю называется характеристическими числами характеристический многочлен его нули характеристические числа ну основательной высшей алгебры понятно что имеется n нулей Мы их обзовем лямбда 1 и так далее, лямбда n, и мы хорошо знаем, что эти лямбды могут быть комплексными, хотя коэффициенты у нас а1 и так далее, они вещественные. Но поскольку все-таки а – это у нас вещественные, то комплексные корни, если они есть, то обязательно входят в пары комплекс с сопряженными. То есть если есть альфа плюс и бета, то должно быть альфа минус и бета. И это мы должны четко понимать. Значит, что мы имеем? Выясняется, что если я рассмотрю функции E в себе лямбда 1 и E в себе лямбда nx, то каждая из этих функций является решением. Ну, значит, само собой, когда лямбда 1, тогда лямбда n у нас нули этого выражения. То есть если я нашел нули и подставил сюда, то это у меня решение. Вот. Дальше. А сколько, значит, у меня решение? Ну, понятно, что здесь их n. Но штука-то в том, что лямбда могут быть эти самые кратными. Лямбда могут быть кратными, и поэтому… Значит, линейно-зависимые. И поэтому у меня не будет просто так вот n даром. n этих самых корней. n решений, линейно-независимых. Вот если характеристические показатели все различны, то есть у них они все кратности единицы, то вот тогда я уже, можно сказать, решил свое уравнение линейное и однородное с постоянными коэффициентами. Потому что вот моя фундаментальная система. По лимме эти функции линейные независимы, они решения и хендштук. Все. Теперь, а что делать, если кратность какого-то собственного числа, ну, скажем, вот среди единиц, я его обзору лямбда 0, будет больше, чем единиц? Тогда у меня не хватает. Вот пускай его кратность К0, она больше единицы, и у меня слились К0 этих самых решений в одном. Мне нужно вот для этого показателя лямбда 0 найти К0 линейный независимых. Потому что те, что есть, они все одинаковые. Так вот, удается доказать следующее утверждение, которое, собственно, нас спасает. Оно в следующем заключается. Что если лямбда 0, вот, корень кратности К0, то помимо е в степени лямбда 0х, есть еще следующее решение. То есть я свою эту вот экспонент умножу на х, потом на х квадрат и так далее, до К0 минус 1, х в степени К0 минус 1, ну, на эту самую экспоненту. Значит, смотрите, здесь написано К0 функций, ну, с нулевой степени до К0 минус 1, К0 функций. И по тому же самому этому следствию, они линейно независимы. И что мне осталось доказать? Мне надо доказать, что это решение. Это решение моего уравнения. То есть то, что е в степени лямбда 0х решение, это мы уже знаем. А вот то, что вот эти, мы пока не знаем, это надо доказывать. И это доказательство, ну, оно простое, но тем не менее, это и такое доказательство по существу. Здесь используется что на самом деле? То есть почему все-таки вот решения остаются, когда мы умножаем на х? А вот дальше я не могу продолжить, что х в степени К0 не будет решения. Тут все основано на том, что вот если у нас есть корень уравнения кратности К0, то он останется корнем, если я свой, ну, вот левую часть, многочлен, продифференцирую один раз, два раза, до К0-1 включительно, производных, у меня производные в этой точке будут все равно нули. А вот уже К0-тая производная, она будет отлична от нуля. И это здесь будет активно использоваться. Так. Ну вот, к сожалению, время вышло. Все до конца я вам рассказать не смог. И поэтому на практике, которой мы будем заниматься, ну вот, через пару часов, я это все, ну и Артем, соответственно, мы это все повторим. То есть мы это расскажем, то, что нам нужно, но без доказательств. Естественно, это утверждение тоже будем использовать. А доказательства, ну вот, на следующей лекции завершены. Здесь осталось немного. Вот. И на следующей лекции я, значит, закончу, обосную все то, что мы на практике будем вот сейчас использовать, ну, без доказательств. Я все это обосную. И на следующей лекции я завершу теоремы, посвященные, ну вот, дифференцируемости однократной, многократной решений по параметрам и по начальным данным, а также о, значит, вот, разложении в ряды, то есть о поиске решений с помощью степенных рядов по различным переменам, как по независимой переменам, так по начальным данным можно, в ряд, раскладывать, так можно раскладывать и по параметру. Вот. И на самом деле мы бы все это решали с вами и на практике вот эти все теоремы использовали об аналитичности и разложимости, но просто вот по времени, наверное, мы не успеем это сделать. То есть максимум, что мы успеем, это линейные системы. Вот. И теперь последнее, что я сейчас говорю. Значит, что нас ждет? Мы изучаем линейные уравнения высокого порядка и на контроле будет два примера. Вот на уравнение с постоянными коэффициентами и на специальный вид уравнения с переменой коэффициент и уравнением Элера. Третий пример. На третий контрольный и последний, значит, общий, на девятый. Это будет пример на решение линейной системы. Ну, теорию линейных систем я буду читать вот после этой самой, после линейных уравнений. А вот решать на практике, там, опять же, нужно очень много рассказывать. К счастью, несколько лет назад в моей практике, начиная со второго семестра на Матмехе, один из студентов записал. И там как раз начинается, у нас второй семестр начинается, с того, что мы решаем линейные системы. То есть записано практическое занятие, где сидят студенты, я у доски что-то рассказываю, потом, соответственно, решаю, потом вызываю студентов, они решают. И все это начало идет, мы решаем, вот линейные системы. Дальше идет разбор, вот как, поиск производных решений по начальному данному параметру, в виде степенных рядов. Это, так сказать, тоже там все выложено. Ну, то есть это весь второй семестр Матмеха. И это желающие, любопытствующие могут посмотреть, что вам совершенно обязательно нужно делать. Это, когда у вас будет свободное время, войти вот в YouTube туда, я ссылку вам сейчас выложу, и послушать первые занятия, посвященные линейной системе. То есть это обязательная программа, так сказать. И я, вот сейчас на практиках уже, когда у нас пойдет, я на самом деле буду отвечать на ваши вопросы. То есть вам гораздо лучше слушать и смотреть, как это пишется на доске, чем как это делаю я здесь, здесь вот коряво на этом снах. И опять-таки вместе со студентами, вот кто-то стоит на доске, считайте, что это вы стоите, вы на них смотрите, вот мы решаем, вы решаете, это как раз тот темп, который вам нужен. Поэтому, когда вы можете выделить свободное время, вы смотрите, но там это несколько занятий, вы смотрите, как решается линейная система. Дальше желающие можете посмотреть, что там будет дальше. вот, но это минимум, потому что фактически мы, я отвечу на ваши вопросы, и мы уже будем писать контроль, по линейным системам, в частности. Так что ссылка будет, и я рекомендую вам не откладывать это на потом, потому что потом вам несколько занятий не просмотреть подряд, это слишком много времени. А вот так постепенно. Часик посмотрели, по ходу дела можете меня на практике спросить, если что-то непонятно. Следующий часик посмотрели. Там разбито на кусочки, но они, так сказать, просто автоматически продлеваются. Так что все гладко, никаких перерывов нет. А вместо каких-то лекций надо будет смотреть? Ну, не то, что вместо, но, понимаете, я могу сказать, да, ребята, давайте мы практику отменяем, вы сидите смотрите. Ну, можно так сделать, посмотрим. Пусть я не уверен, что у нас у всех будет время что-то еще дополнительно смотреть к тому времени, которое у нас так уже есть. Я понимаю, да. Я понимаю, нет, ну, хорошо, я могу, значит, сделать так, что вот наша практика просто пошла в Ютубе. Вот и все. Если нет времени дополнительного. Но, опять же, понимаете, все опирается, я это для вас стараюсь сделать, потому что, ну, будет мало времени, будет декабрь. Если у вас сейчас есть хотя бы немножко, я вам заранее даю, чтобы вы хоть немножко посмотрели вперед. Ну, вот, так сказать, предвосхищая то, что будет. Потому что я буду рассказывать, быстрее это не получится, а тут у вас свободно, вот, так сказать, когда у вас время просто есть, ну, смотрите. Либо, вот, так сказать, практика в каком-то смысле отменяется, то есть они отменяются, а вы включили все Ютубы, сидите, смотрите, вместо того, что я вам говорю. Ну, я вам там в Ютубе это говорю. Вот и все. Короче, опять-таки, я предоставляю выбор всегда дополнительный. То есть, кто хочет, может заранее это дело посмотреть. Потому что смотреть это все равно придется. Ну, да, и как-то так вот задавать вопросы там между... Ну, естественно, задавать, у нас практики идут, спрашивайте, да, конечно. Хорошо. Вот, и опять-таки, я никому ни к чему не... Будет время, будете смотреть, значит, мы выделим на это время. Просто потом вы скажете, ох, когда же мы будем писать, когда будем переписывать. Чтобы это не возникало, ну, по возможности, чтобы у вас было больше времени, я вам рекомендую при наличии вот какого-то времени просто включите, посмотрите, как, может, вам понравится. Гораздо более, чем наши вот эти практики. Сейчас. Вы с удовольствием посмотрите. Вот. Ну, все. Значит, тогда лекция заканчивается. Субтитры сделал DimaTorzok